Здравствуйте! Сейчас я вам прочитаю рассказ из книги Виктора Драгунского, Денискины рассказы. Рассказ называется «И мы». Мы, как только узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга Сокол и Беркут, так сразу порешили, что я теперь буду Беркут, а Мишка — Сокол. Потому что всё равно мы будем учиться на космонавтов. А Сокол и Беркут — такие красивые имена. И ещё мы решили с Мишкой, что до тех пор, пока нас примут в космонавтскую школу, мы будем с ним понемножку закаляться, как сталь. И как только мы это решили, я пошёл домой и стал закаляться. Я залез под душ и пустил сначала тёпленькой водички, а потом наоборот, поддал холодной. И я её довольно легко перетерпел. Тогда я подумал, что раз дело идёт так хорошо, надо, пожалуй, подзакалиться чуточку получше. И пустил леденистую струю. Ого-го! У меня сразу сжался живот, и я покрылся пупырышками. Я так постоял с полчасика или минут пять, и здорово закалился. И когда я потом одевался, то вспомнил, как бабушка читала стихи про одного мальчишку, как он посинел и весь дрожал. А после обеда у меня потекло из носа, и я стал чихать. Мама сказала, выпей аспирину, и завтра будешь здоров. Ложись-ка, на сегодня всё. И у меня сразу испортилось настроение. Я чуть было не заревел, но в это время под окошком раздался крик. Беркут! А, Беркут? Да Беркут же! Я подбежал к окошку, высунулся, а там Мишка. Я сказал, чего тебе, сокол? А он, давай выходи на орбиту! Это возвор, значит. Я ему говорю, мама не пускает, я простудился. А мама потянула меня за ноги и говорит, не высовывайся так далеко, упадёшь. С кем это ты? Я говорю, ко мне друг пришёл, небесный брат, близнец, а ты мешаешь. Но мама сказала железным голосом, не высовывайся. Я говорю Мишке, мне мама не велит высовываться. Мишка немножко подумал, а потом обрадовался. Не велит высовываться, и правильно, это будет у тебя испытание на невысовываемость. Тогда я всё-таки немножко высунулся и сказал ему тихонько. Эх, сокол ты мой, сокол! Мне тут может сутки безвыходно торчать. Нет. А Мишка опять всё по-своему перевернул. И очень хорошо, прекрасная тренировка. Закрой глаза и лежи, как в сурдокамере. Я говорю, вечером я с тобой установлю телефонную связь. Ладно, сказал Мишка, ты устанавливай со мной, а я с тобой. И он ушёл. А я лёг на папин диван и закрыл глаза, и тренировался на молчание. Потом встал и сделал зарядку. Потом понаблюдал в иллюминатор неведомые миры. А потом пришёл папа, и я принял ужин из натуральных продуктов. Самочувствие было превосходное. Я принёс и разложил раскладушку. Папа сказал, что так рано. А я сказал со значением, вы как хотите, а я буду спать. Мама положила мне руку на лоб и сказала, ребёнок заболел. А я ничего ей не сказал. Если они не понимают, что это всё тренировка на космонавта, то зачем объяснять? Не стоит. Потом сами узнают из газет, когда их благодарить будут за то, что воспитали такого сына, как я. Пока я думал, прошло довольно много времени. И я вспомнил, что пора налаживать телефонную связь с Мишкой. Я вышел в коридор и набрал номер. Мишка подошёл сразу, только у него был какой-то чересчур толстый голос. Да, говорите, я сказал. Сокол, это ты? А он, что-что? Я опять. Сокол, это ты или нет? Это Беркут, как дела? Он засмеялся, посопел и говорит. Очень остроумно. Ну, довольно разыгрывать. Сонечка, это вы? И я говорю, какая там ещё Сонечка? Это Беркут. Ты что, обалдел? А он, кто это? Что за выражение? Хулиганство. Кто это говорит? Я сказал. Это никто не говорит. И повесил трубку. Наверное, я не туда попал. Тут папа позвал меня. И я вернулся в комнату, разделся и лёг. И только стал задрёмывать, вдруг… Ззз-ззз-ззз… Телефон. Папа вскочил и выбежал в коридор. И пока я нашаривал тапочки, я слышала его серьёзный голос. Беркутова? Какого «Беркутова»? Здесь такого нет. Набирайте внимательно. Я сразу понял, что это Мишка, это связь. Я выбежал в коридор прямо в чём, мать родила, в одних трусиках. Это меня, меня, это я, Беркут. Папа сейчас же отдал мне трубку, а я закричал. Это сокол, это Беркут, слушаю вас. А Мишка, докладывай, чем занимаешься. Я говорю, я сплю. А Мишка, я тоже, я уже почти совсем заснул. Да вспомнил одно важное дело. Беркут, слушай, перед сном надо спеть. Вдвоём, на пару, чтобы у нас получился космический дуэт. Я прямо подпрыгнул. Молодец, сокол, давай, любимую космонавскую, подпевай. И я запел изо всех сил. Я хорошо пою, громко. Громче меня никто не может. Я по громкости первый в нашем хоре. И вот, когда я запел, сейчас же изо всех дверей стали высыпаться соседи. Они кричали. Безобразие! Что случилось? Уже поздно. Распустились. Здесь коммунальная квартира. Я думала, поросёнка режут. Но папа им сказал. Это небесные близнецы. Сокол с Беркутом поют перед сном. И тогда все замолчали. А мы с Мишкой допели до конца. На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы. Вот и всё. Спасибо.